они начали увидишь об и все он вышел с курятника ой какой семечки это яйца семечки повышают яйценоскость это очень хорошая добавка корму я вот когда кормлю семечками яиц всегда полно идите кушайте вот как они налетели а до этого они не ели ничего не надо было здесь так закрываю и молотком да потому что они тоже посмотрите какая здесь грязь вот был мороз все замерзло потом оттаяло и получилась такая вот жижа ужасно я думаю это сейчас у всех такое идите кушать идите пробуйте семечки эти курочки семечек еще в жизни никогда не пробовали не ели им сейчас 6 месяцев и семечки я еще не давала молотком вот это их первое будет кормление семечками что у нас здесь я сразу захожу помещение осматриваю помещение и уже вижу что мне тут предстоит надо срочно тут все навести порядке это все понятно потом сразу говорю что здесь грязно это естественно для тех кто не знает я собираю яйца а потом делаю уборку поэтому начинаем покажем сколько яиц снесли мои курочки так и да посмотрим сразу верхние гнезда и в верхних гнездах есть яйца смотрите вот мне писали спрашивали задавали вопрос какие же гнезда лучше с дыркой или со скатом яиц ну есть такие куры которые несутся и гнезда с дырками и есть такие курочки которые несутся в эти гнезда то есть как бы сказать какие из них лучше я не могу мне нравятся и гнезда с дыркой и гнезда с вот таким вот скатом с линолеумом так и начну собирать яйца и меня просили посчитать яйца и сказать сколько же входит яиц мою вот это ведро поэтому начнем считать 24 белорусско несется 6 8 10 12 14 16 16 18 20 так 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 40 проверяют вот еще одно 41 задерживаются яйца на курином помете проверяют тут так 41 и съеденное есть яйцо но по поводу съеденного яйца у нас есть сюрприз к вам и мы узнаем кто его съел и это будет точный результат нашего расследования 42 43 44 45 46 47 48 49 50 и 1 51 яйцо так и идем к молодкам перейдем к молоденьким курочкам им можно уже даже считать что им уже шесть с половиной месяцев 50 цех 6 половиной месяцев тоже грязь на это не обращаем внимание потому что это такой сезон сейчас это сейчас такое время ну визитка визитка на месте визитка на месте все нормально все ты контролировала да и наша квочка на месте смотрите она сидит распушилась вот вот и вы знаете ну что что я хочу сказать по поводу квочки единственное что я могу сейчас сделать это открутить эту приманку убрать этот ее раздражитель который на которой она хочет сидеть на яйцах вот эту приманочку я буду откручивать потому что ничего другого с этой курицей я сейчас придумать не могу но это сделаем мы позже сейчас мы соберем пока что яйца посмотрим сколько в верхнем яйца приемники смотрите как нарвала квочка пух и вот через ту дырку которая в гнезде вот такая вот точно дырочка там в гнезде где сидит эта квочка и этот пух весь весь вот оказался в яйцеприемнике видите вот это тоже один из признаков что это самая настоящая квочка и это одно яйцо забираем значит здесь у нас было пятьдесят одно яйцо пятьдесят два так и будем смотреть здесь смотри несется курица сидит в гнездышке несется уже но мы ей мешать не будем потому что наши гнезда устроены таким образом что я могу себе спокойно она тоже сидит да да и тут сидит несется курочка вот красавица несется сидит и мы можем спокойненько открыть яйцеприемник и собирать яйца а куры продолжают нестись а вот наши и яйца так здесь мы ставим упор чтобы у нас опять не случилось переворота так и считаем поеденные вон есть есть поеденные и опять же в этом же углу видишь даже не знаю что теперь делать в принципе не знаю даже кто это сделал и что с этим делать честно говоря пока не знаю буду думать над этим вопросом почему именно в этом углу вот такая проблема у нас с выеданием яиц пятьдесят два яйца здесь считаем дальше пятьдесят четыре пятьдесят шесть пятьдесят восемь пятьдесят шестьдесят 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 восемь семьдесят восемьдесят 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 два семьдесят восемьдесят четыре, восемьдесят шесть, восемьдесят восемь, грязное яйцо, девяносто, девяносто два, ну и вот такая история еще есть, и вот, вот это съел кот сто процентов, гарантирую, значит, сколько я сказала здесь, девяносто два, по-моему, было девяносто два, и вот считайте еще, вот, смотрите, и вот еще, и вот еще, смотрите, и вот еще, о, заметила курочка, видите, видите, что творится, видите, что творится, и это еще не все, и еще, и еще вот в подстилке есть, ну, в подстилке это тоже, там тоже много, тоже мог кот вытащить и здесь его съесть, потому что кур это не интересует, если бы это ели куры, куры уже его давно и съели, и в корму съели, да, да, это кот, теперь, ну, можно понимать, что кот вытащил, туда принес и съел его, и вот еще, смотрите, смотрите, сколько яиц должно было быть в ведре, так, здесь тоже нужно сейчас взять влажную тряпочку, ведерко и хорошо помыть все, потому что все яйца, которые несутся, они сейчас уже запачкиваются, ну, вот, смотрите, это ведро неполное, 90 яиц, 92 яйца сейчас лежит здесь, ну, и вот еще плюс эти, ну, это, я считаю, что где-то десяток, ну, вот, получается, у меня было бы 100 яиц, Визитка, ты чего, кота не прогнала, не проследила, м? Я кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе. Отнесу ведро и буду заниматься уборкой в курятнике. Смотрите, это у нас сейчас декабрь, какая травка сейчас зеленая еще есть. И, кстати, знаете, что у меня пришла мысль такая, это же яйца кур-молодок, они же не сильно такие еще и большие, сюда поместилось 90 яиц, а вот когда яйца укрупнятся, станут такие, как обычные курочки, то они здесь уже и не поместятся, это количество. Отнесем яйца и продолжим уборку. КОНЕЦ 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 только что снесла мокренькая мокренькая не успела я вам снять хотела снять знаешь как я определила я пришла подстилать солому слышу кто-то яичко в яйца приемник молодец выходи получишь вознаграждение сегодня семечки я настилаю сверху подстилка у меня остается я ее зимой не выношу настилаю сверху вот так вот а потом когда будет зимой минус 15 и минус 20 вот я вам тогда покажу результат вот этой подстилки куры спокойно будут сидеть здесь и будет тепло не обогревается никакими обогревательными приборами куры греют себя сами с помощью вот такой подстилки семечках тоже содержится этот витамин селен который способствует борьбы с расклёвом перьев это же селен это для роста ногтей и волос семечки а я кстати их давненько не давала тоже пожалуйста все равно я прихожу к выводу что в зерна смеси должны присутствовать семечки это будет хорошо и для яйценоскости и никогда не будет расклёва перьев выклёвывать они не будут перья ну да без препарата без никаких медицинских в этой подстилку не столько помёта сколько вот этой грязи с улицы и куром молотком тоже вот смотрите все что касается вот тамбура который вход в их вольер они вот эту грязь на лапах несут по-любому сюда в начале этого вольера поэтому я беру лопатой счищаю вот этот все то что во входе и бросаю под насесты и здесь у меня получается чистое пространство но так в зиму уходить нельзя поэтому вот это пространство я все равно застилаю соломой но уже чистой а вот это которая использована здесь была такая всякая перемешку вместе с грязью уличной все идет вон туда подстилку вот и теперь я спокойно здесь чистенькую насыпаю а хозяйки уже будут рассатывать себе они сейчас разгребут разложат как им больше нравится все хозяйки делают это по своему мое дело принести итак в следующий раз я тоже приеду вот это все что здесь будет грязное я его не выношу отсюда а просто вот вот такую солому вместе с травой бросаю под гнезда они там любят спать укладываться не все любят на жердочках сидеть есть такие курочки которые любят просто на травке сидеть спать вот так все теперь у них красиво гнезда помытые и внутри и уже есть яичко и уже отблагодарила давай заберу забирай я помыла почистила здесь у них а сейчас пойду возьму шуруповерт и откручу вот эти вот приманочки потому что курица видит яйцо и она будет бесконечно сидеть на нем и чистенькая водичка вам и и теперь самое главное закрыть вот эту дверь потому что вот эту всю солому за 10 минут они выгребут всю сюда в вольер поэтому вот эту дверь нужно обязательно теперь закрыть вот так вот я спасаюсь от грязи в курятнике вот это все вот это жижа вся она меня просто раздражает в курятнике я не могу такое выдержать поэтому вот так вот под калиной под орехом под любым деревом нагребла и привезла вот так вот высыпаю они себе распределят вот такая жижа накрывается вот такими листьями и здесь по крайней мере у входа в курятник будет сухо и не так будет тянуться за лапами вот эта грязь которая с улицы все я им вывернула тачку ухожу они себе распределят ее так как им надо и крапиву нарвала специально наверное надо пойти нарвать и арауканом подвесить пусть они щипают даже не столько как для кур как для себя потому что здесь ходить можно просто упасть подкользнуться вот даже для того чтобы ходить обслуживать кур нужно вот это сделать по тем хотя бы тропинкам где мы ходим конечно через недельку подморозить все будет небольшой минус и будет все великолепно все это замерзнет и будет красота но вот такая оттепель у нас ночью минус а днем плюс и получается такая жижа поэтому даже вот для себя чтобы ходить хорошо было тоже нужно это сделать кушайте они тоже съедят это не сейчас приверегливая а сейчас увидят что травки нету здесь только листья и они съедят и крапивку и тут этого достаточно и 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 Продолжение следует... 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 в декабре видишь какая она уже она уже успела укорениться самое главное пшеница чтобы она не вымерзла это она должна корнем хорошо хорошо укорениться можно взять вот видишь я не могу ее выдрать значит она очень хорошо хорошо вот нарастила корневой это я вырвала это очень хорошо а да я заберу как раз птицам ну вот вот тут даже густенькая могу курочкам бросить вот так красивая хорошая пшеница вот она как раз укоренилась и теперь она в зиму уйдет и она не вымерзнет я довольна такими рядочками красивыми посадила могут подумать что это сеялка сеяла а на самом деле это я делала сапочкой канавку в каждую канавку сеяла зернышки и потом засыпала и так я делала каждый каждый ряд а вот в конце ради эксперимента там посеяно обычным дедовским способом просто брала с ведра и сыпала и что я вам хочу сказать экономнее позерну вот таким методом у меня вот он до ушло одно ведро на вот эту вот площадь а там ушло полтора ведра а площадь маленькая видишь а значит не были кописеешь и тебе кажется что мало мало тут вроде бы как не посеял тут вроде как не посеял и получается что на такой маленький клаптик ушло больше зерна чем на вот эту большую площадь когда ты сеешь в каждую луночку я была в шоке я просто была по количеству в шоке я честно скажу вот таким методом экономнее чем обычным дедовским сеять вот так вот просто попала это невыгодно значит да вот и и красиво как красиво потому что где-то где-то не заскородил где-то воробьи забрали где-то там еще что-то а здесь я каждое зернышко завернула землей просто вручную ходила и засыпала да ну это вот такие полосочки красивые и она взошла все сто процентов здесь ни один воробей не съел ни одного ни одной зернышко а здесь естественно вот так вот и вот зрительно видно вот это вот сеяная просто а здесь полосочками да это трудно это заняло очень много времени но она того стоит пшеницу мы сеем один день в году а то что вот мороз если будете без снега она укоренилась она взяла корнем уже землю и уже не страшно но лучше будет если она покроется снегом это еще лучше будет зимовка и в следующем году мне не надо будет покупать солому меня солома будет своя аномалия еще одна кочка слышишь черненькая да вот это черненькая кокает может я уже обратила внимание еще раньше вот слышу клока и точно слышишь пшеница позвал капуста почему я опять даю капусту для того чтобы они чем-то занимались чтобы не выскубывали перья друг другу отнесу три кочана арауканом уже так потемнело они наверное уже спят я кстати не подсыпала свежей соломы а да видишь не насыпала сейчас я насыплю что завтра поедет